Всем привет! С вами Алексей Канамберг. Работаем с картами, смотрим прогноз на ближайшие дни и также делаем вывод, где возможны катаклизмы. Начинаем с Европы. Ну смотрите, портится потихонечку погода. Вот в Англии, в Испании, во Франции, в Италии, на Балканах, тоже не особо в Румынии. Но смотрите, расчищается над Украиной. Вроде бы на большей части Украины вполне такая неплохая погода и температуры. 10 градусов, наверное, выше поднимется. На Кавказе тоже становится лучше. Вот смотрите, Пятигорский уже плюс 17. Вот в Астрахани плюс 20. А вот непогода сохраняется по Волжье. От Лугограда до Перми получаются вот такие вот здесь зоны с осадками. Ну и плюс вот здесь вот на северо-западе и в центре здесь тоже дожди. А на севере вот в Раникольского полуострова, Архангельского области здесь даже где-то возможны снегопады. Вот на Ориен-Марио минус один, в Иркута минус четыре. Следующая полоса непогода. Средняя Азия, в общем-то, тоже хорошая погода. А вот непогода сейчас Томск, Новосибирск, Абакан, получается, Кызыл. Вот и подходит такая полоса, тоже какой-то непогода, наверное, в горах к Иркутску. И на севере Сибири, здесь в районе Норильска тоже есть снежные высыпания. Так, в Читинской области снегопады, получается, на востоке, да. И в сторону Приморья здесь тоже снежные такие заносы, получается. В районе Хандыги в Якутии снег идет. А южнее, вот районе Хабаровска и вообще в Приморье видно, что здесь сильные дожди. Также в Японии дожди. Вот, на востоке Камчатки здесь, в общем-то, снег с дождем, скорее всего. Такие вот сочетания. Вот этот циклон подходит вплотную к Командорским и Малиутским островам. Так, серьезная непогода здесь на юге Китая, в Гонконг, в юго-восток Китая, да. И сильные грозы в Индокитае продолжаются сейчас. Также вот здесь Папу вдоль этих островов, Фиджи. И дальше, получается, вот здесь на восток. Но Австралия и Новая Зеландия вроде бы погоды неплохие стоят. В Канаде на западе традиционно сюда пришел циклон. Теперь опять цепят здесь в горах снег, на равнинах, в долинах дожди. Вот здесь циклон находится в районе Кудзонового залива. Хвост его такой, довольно-таки короткий. Однако, смотрите, вот в самих Штатах здесь как раз полоса торнадо. Опять в этой аллее торнадо. Вот, поэтому надо выносить предупреждение. Судя по всему, у них сейчас там происходит катаклизма. Ну и на востоке Канады здесь тоже какой-то дождик идет. Продолжаются сильные дожди на севере Южной Америки. На юге вроде бы как стабилизировалась немного погода, но дожди могут продолжаться в Чиле. В Африке вроде бы как ничего, но вот здесь вот побережье Сан-Тома, между Сан-Томой и Нигерией, вот здесь вот такая полоса непогоды. В целом-то, я думаю, что терпимо. Ну, давай теперь посмотрим, как это все будет меняться сегодня в ночь. Ну, в США вот это вот продолжится, расширится чуть-чуть, но и при этом ослабнет. В Евразии, в общем-то, в целом-то больших катаклизмов нет, за исключением вот здесь вот японских островов, юг Китая, может быть. А так все полосами какими-то небольшими идут осадки, в общем-то, ничего такого особенного-то и нет. Завтра что у нас будет? Завтра опять США, смотрите, здесь от Великих озер, получается, до Мексиканского залива практически такая непрерывная полоса непогоды. Вот, и Япония здесь тоже вот отмечается у нас такая вот непогода в центральной ее части. Так, ну что, глянем тогда в ночь, завтра что будет? Такое интересное. Ну, вот здесь в районе Балтийского моря такая полоса дождей будет немножко вот здесь в горных системах Южной Европы. Вот, и немного вот здесь вот в Сибири такая полоса тоже непогода, но ничего такого сверхъестественного нет. Больше обратим внимание вот на Северную Корею и Японию, Хоккайдо. Вот этот, кстати, циклон может пойти дальше в сторону Курильских островов. Давайте посмотрим, какие давления у нас сейчас на планете. Ну, вот этот циклон восток Камчатки, да, портит погоду. То есть, в данный момент здесь в районе Гудзонового залива и вот видно такая вот полоса низкого давления как раз по аллее Торнадо. И поэтому ничего удивительного нет, что там сейчас происходят какие-то катаклизмы. Также в Европе видно, что здесь устанавливается система вроде бы как низкого давления. Ну, вот она движется в сторону как раз Балтики и, судя по всему, будет ухудшать погоду там в этом регионе. Да, и потом придет на северо-запад, получится вот здесь Балтики, Белоруссия и северо-запад Российской Федерации. Так, здесь на востоке Канады подойдет новый такой циклон. Ну, давайте седьмого теперь посмотрим. Седьмое мая. Здесь область низкого давления над Скандинавией. Вот в Сибири большая часть, и Якутия находится, ну точнее даже в Якутии, наверное. Якутия, Приморье, Чукотка, все в зоне низкого давления. А вот Западная Сибирь получается в зоне высокого давления. И вроде бы как седьмого числа будет высокое давление в Европе, причем здесь Восточная Европа так поднимется на север. А вот здесь в Скандинавии, да, будет непогода. Смотрим теперь температурный режим. Какие сейчас у нас температуры. Вот, в целом видно, что разогрелось только в Средней Азии, и немножко вот из нее выносят в сторону Сибири. Поэтому в Барнауле, допустим, и в Новосибирске по 20 градусов. А если взять Томск, то там всего плюс 11. Видите, не такое уж далеко уходящее тепло. Хотя вот если взять Восток Казахстана, здесь видно, что по 30 градусов сейчас. Но это ничто по сравнению с теми температурами, которые наблюдаются, допустим, в Каменабаде плюс 36, внукусе плюс 36. Представляете, уже такие прям летние температуры, сюда жара зашла. Ну и вот нормальная жара, типичная для сезона как раз в Индии, где 40 и выше градусов, это нормальное явление. Вот, у них сейчас самый жаркий сезон, май, вот, наступил. Ну, также жара, интересно, видно, что подходит сюда, к Средиземному морю, уже к восточной части, даже переносится в Грецию и в Турцию. Наконец-то прогревается Турция, смотрите, вот коня, там были отрицательные температуры еще две недели назад, теперь плюс 27. Вот. Ну, также получает Ближний Восток от этого. Я думаю, и получит сюда, придет еще на Восток будет вся эта издвигаться система. А в Европе довольно-таки прохладно, вот, видно, что температура где-то плюс, около плюс 10 держится, так, практически повсеместно. В Европе не выше, на севере небольшие заморозки. Ну что, давай теперь смотреть, какие у нас будут ночью температуры. Ночью, видно, в Сибири, вот, проникнет сюда, в Восточную Сибирь и в Монголию, такой заряд холода. Да, попробует в Восточную Европу тоже проникнуть, кое-где будут заморозки, вот, через Скандинавию, ну, в общем-то, около нулевые температуры, далеко мороз не уйдет. Хотя, смотрите, в Шотландии тоже заморозки, вы видите, через Скандинавию проникает и в Шотландии, и в Исландии тоже морозы, видно. Вот, а в Северном полушарии сейчас серьезный мороз, только в Гренландии, на счете установились. В США, видно, тут перепады, большие, большие перепады, то есть, это у них основная беда. Завтра, вот, перепады будут мощные в Казахстане, возможно, шквалы, мне кажется, какие-то, с таким резким перепадом температур. Вот, давайте посмотрим, что там ожидается. Ну, да, здесь по 30 градусов, а здесь плюс 15, плюс 16, то есть, конечно, фронт такой может локальный сформироваться, который может сделать шквалы и привести к разрушениям. Но это, как бы, приводит к тому, что морозы все дальше и дальше уходят на север, вот, и на восток. Но из-за жара видно, что она временной характерной силой прибивается сюда, к горам потихонечку, да. Эти ночные температуры посмотрим. Ночью завтра опять пытаются через Восточную Европу проникнуть какой-то холод и в Сибирь тоже, но уже не так успешно, как было раньше, потому что ресурсы исчерпаны. Вот, хотя вот здесь вот видно северный океан, такой очаг холода еще сохраняется на земле Франца и Осипа. Вот, и перепады вот здесь вот наблюдаются на востоке США. Ну что, давайте теперь посмотрим 7 мая какие температуры. Вот, смотрите, примерно так же все будет в районе Казахстана, вот вокруг Казахстана сформируется очаг жары в Средней Азии. А в Европе и в Азии будет примерно одинакая температура, хотя видно, что Европа начинает потихонечку прогреваться. Все-таки май месяц, вот, и потихонечку все идет вверх. Ну что, на этом все. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого прогноза. С вами был Алекс из Канабрия, да, пришел отличное упражнение.